Когда на огороде налажено безотходное производство овощей, это не только приятно, но и удобно. По этому принципу я каждый год заготавливаю травяной настой и использую его почти для всех растений на моем участке. Помню, когда впервые его приготовила, почувствовал это мощное омбре от бочки. Сразу вспомнился запах детства, и оказалось, что моя бабушка с дедушкой тоже его делали. Для приготовления травяного настоя для огурцов беру большую бочку, любую скошенную траву без семян и заливаю все это водой в бочке до краев. Одним из лучших ингредиентов будет крапива, и разбавить ее можно одуванчиками, подорожниками, люпином и другими растениями. В общем, должно получиться две трети от объема бочки. Когда трава засыпана и вода залита, чем-нибудь накрываем бочку и бросаем еще на 10 дней на солнце, чтобы настой хорошенько перебродил. В таком удобрении содержится много азота. В фазе плодоношения я обрабатываю огурцы таким настоем всего раз, чтобы кусты не жировали, но до этого раз в 2-3 недели стабильно. Когда настой готов, я развожу его с чистой водой в пропорции 1 к 10, добавляю на каждое ведро раствора по одному стакану древесной золы и поливаю по 1 литру на каждый куст. Обязательно поливаю чистой водой перед внесением удобрения, чтобы корни быстрее впитали все необходимое и не получили ожоги. Кстати, перед настаиванием удобрения можно добавить в бочку сахар, дрожжи или старое варенье, чтобы улучшить брожение. Но, по моему мнению, это лишнее. Настой и так отлично перебродит.